Музыка Гражданин нас встретил колокольным перезвоном. Прежде всего, эта деревня знаменита тем, что здесь живет очень много художников, которые открыли многочисленные мануфактуры и лавочки. Вход в город и его центральные ворота. Город полностью пешеходный. Машины все остаются за пределом, доезжают до Шлагбаума. Парковка платная, полтора евро в час. Только местные могут проехать под Шлагбаум, но тут ездить, видите, какие улочки-то узкие. Гражданин, так и называется, деревня художников. Ничего не поменялось за последние годы, все то же самое. Не надо мне труфелей. Истрия, это рай труфелиный. Здесь в сентябре собирают труфеля с собаками. Ну а кто далек от искусства, можно просто приехать и устроить себе романтическую прогулку по городу. Плоские бутылки. Часы сделаны. А это, смотри, это расплавленное стекло получается, да? Интересно, да? Бывшая администрация 15 века. Администрация 15 века. Я думала, здесь прохладно будет. Не прохладно. Там туристический офис, видели? Не нужен нам туристический офис. Мы здесь были, уже знаем этот городок. В каждой подворотне арт-галерея. Практически в каждой. Да. Еще одна. Какой-то художник живет. Ой, какая прелесть. В черепице. Что-то типа горшков получается. Нет, она вот на стенке. Да, закрыта сейчас. Ну художник, видимо, внутри живет. Вот там, наверху. Да, их можно... 10 евро? Я цинта не вижу. Да, 10 евро, пожалуйста. Сувенир будет. Из Грожняна. Такой сувенир, которого ни у кого нет. По 10 евро там красивые горшочки продаются. Хорватское мороженое, сладолёт. Спасибо большое. Спасибо. Какое я взял? Банана сплит. Банана сплит. Пойдем, свяжешься маленько. Спасибо. Как здорово придумано, да? Прялка старая. Мы любим такие городки. Под ним гулять одно удовольствие. Мы сегодня еще много где побываем. И, главное, везде все разное, да, делают? Нет повторяющихся произведений художественных. Что там было? А мне кажется, мы здесь уже гуляли. Здесь нет. Нет? Средневековые домики. Дорожка ведет к водопаду. Да, здесь есть прогулка от Грожняна. Но мы, Кирилл, наверное, сегодня не пойдем. Нам просто не успеть. Понятно. Вы заметите, что вам потом пожарето придется в горку ползти. И эта прогулка не дневная. Она должна быть поздно вечером или рано-рано утром. Ага. Да, там, скорее всего, вниз куда-нибудь в ущелье спускаться. Не в этот раз. Пойдемте. Мы сегодня решились проехать по городкам и деревням старым в центре Истрии, чтобы освежить воспоминания. Мы периодически выезжаем каждый раз. Такие поездки, когда бываем здесь. Но сегодня решили просто максимально захватить все. Протясь по самым любимым. Пожалуй, Буевод был город, в котором мы никогда не были. Это был первый город, первый самый, в котором мы сегодня побывали. В нем мы были впервые. Мы вниз не пойдем. Зачем нам вниз? Там пешеходные тропы. Мы не физически не готовы туда идти сейчас, пожаре в полдень. Что? Полдень. Кузница. Кузница? Можно снять под сдачу домик. Он был, этот самый, город там владеет. Мы, по-моему, даже дегустировали здесь, да, труфеля. Намазку с труфелями. Да, я тебе уже показывала, и этот... Видите, что ты его куда отправишь домой? Домой. Куда ты его дома поставишь? Надо об этом думать. А не как ты его отправишь. Поставить можно куда угодно, лишь бы было место. Вазочки. Пять евро? Шесть евро? За цветочек. А, за цветочек. Я думала, за вазу за целую. Колокольчики по восемь евро. Это воткнуть можно дома. Каждый колокольчик по восемь евро, Кирилл. Пойдем. Какой рыжик сидит. Привет, рыжик, с желтыми глазами. Какой ты симпатяга. Вот как спать-то хочется. Симпатяга. А что бояться-то, скажи, нас, да? Да. Красивый кот. Или кошка? Кошка, мне кажется. Погладь. Погладь, он ждет, чтобы ты его погладил. Тут тупик. Кто в тупике нас ждет? Да. Подстрижено, как папильон, уши. Но это не папильон. Не знаю, баллонка какая-то подстрижена под папильона. Так, дегустация масляная. Можно хлебушек помакать. Да. Не будем мы дегустировать ничего в этот раз. Жарко, не охота, ничего. Да, в этой подворотне еще не были. Ух ты, какие шары. Здесь игрушки. Игрушки, которые шьют мягкие вручную. Блюда с яблоками. Везде гортензии. Цветут вовсю. Везде надо хорошо жить на пенсии. На пенсии надо здесь хорошо жить. Машин нет. Да и туристов не так много гуляет. Вон, смотрите, апартаменты вполне себе современные. Правда? Так прямо вписались. Ой, Миша, я что, обнаружила? Подворотню какую-то узкую. Как здесь прохладно. Видите, люди как живут. Да, живут. И везде, каждая подворотня выходит... Да, каждая подворотня выходит... Вот так вид открывается вокруг, с холма. Замок, который впервые упоминается в 1102 году, там проходят внутри. Сейчас, в данный момент, слышите? Барабаны бьют. Урок игры на барабанах. Видите, позади меня шлагбаум. Вот до этого поинта можно доехать. Мы сейчас покидаем Граждан и едем в городок под названием Опртави. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...